Девушки отдыхают 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 Ну давайте уже скорее отвечать, А то у меня лак перезасох. Ваш ответ. Наш ответ два. Вы уверены, что да? Два неправильный ответ. А нет, два есть. Итак, счет 7-0. Два неправильного ответа. Молодой человек, подождите. Да, у вас такая трудная профессия. Расскажите, как вы справляетесь? Ну знаете, как бы словами это не описать, поможет песня. Вы знаете, мы выбираем, нас выбирают, но это так часто не совпадает. Вот стать инженером, да, вот, моей была целью. Во, привыкаю к распределению. Ну, у кого-то, ящик вот в этот. Вложить можно луку. А если постараться, то вот всю поточную в руку. Но на КМП здесь лежит синтезатор. Ведь наш музыкальный номер, ну очень хороший, вот такой просто номер. Выносишь ящик, да, тебя уважают. И, может быть, этим, знаете, я не гордился. Но, как говорится, кто на что учился. Поэтому, друзья, учитесь, друзья, учитесь. Поздравляю, счет 7-0. Уважаемые издательники. Да, господин ведущий, не кричите так. Вы что, глухой? Да, господин ведущий. А сейчас с вами играет школьник из Витебска. За что ж, что сделал я? Чем грешен пред тобою? Уже ли помню, что он не должен быть укором? Что так язвительно смеется призрак твой И смотрит на меня, как... Как... Внимание, вопрос! Закончите известное стихотворение. Фета не спится. Я же читал фета! Я фета читал! Я фета читал! На льду все стихи, и все его знаю. Я фета читал! После этого мы тебя уважаем. Я фета читал! Но что же ты медлишь? Скорее отвечай! Я фета читал! Фета читал! Фета читал! Господин ведущий, отвечу я. Садитесь, девчонки. А можете повторить вопрос, пожалуйста? Закончите стихотворение фета, не спится. За что ж? Что сделал я? Чем грешен пред тобой? Уже ли помысел не должен быть укором? Что так язвительно смеется призрак твой? А мне дадут? Должно так. Да, да, да. И смотрит на меня, как... Реструктуризация. Реструктуризация? Наш ответ — реструктуризация. Ну, просто умные люди подумали, а я отвечаю. Не ожидал от вас такого. Внимание, правильный ответ. Реструктуризация! Внимание! Уважаемые знатоки, решающий вопрос. На вашу победу очень надеются БМТУ. Итак, внимание на экран. Уважаемые знатоки, что связывает все эти изображения? Ребята, вы понимаете, это наша фиаско. Тут совершенно не было ничего общего. Нет, ну, можно предположить, что модель Титаника разрабатывалась на формате А4. Но ни один здравомыслящий человек не свяжет камни и рейку. Я свяжу. Что ты свяжешь? Ты даже с МИДом не сможешь связать. Но вам же сказали, что на нас надеется политех. И счет должен быть 9-0. И что? В Минске есть корабль? Ну, где в Минске есть корабль? Да в БМТУ! Подождите, подождите. И все остальное подходит. А4, Рига. Это же магазины рядом с БМТУ. А камни? Ну, это же камни. А Шерлот Холмс. Как это вообще может быть связано? Ну, это же не Холмс, а Ливанов. Я Вася. Господин ведущий, господин ведущий, наш ответ готов. Это Белорусский национальный технический университет. Вы уверены? Абсолютно, господин ведущий. Итак, правильный ответ. Это БМТУ. Счет становится 9-0 в пользу НАПОГО. А теперь, может, вы скажете несколько слов пожелания университету. Дорогой Белорусский национальный университет технический. Тебе уже 90 лет. Пусть твои студенты будут самыми гениальными, самыми красивыми. И эту победу мы посвящаем тебе, наш полицейский университет. Стоп, снято! Ну все, к Борщевскому на дачу. Да, поехали быстрее, а то там уже книги стынут.